Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Обсудили вопросы с завершения реконструкции. Исполняющий обязанности мэра Самары Иван Носков проверил, как идут работы на улице 22-го партсъезда. Проанализировать и принять совместные решения. В администрации Красноглинского района обсудили реформирование системы местного самоуправления. Первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе, выдающийся поэт и прозаик самарцам представили документальный фильм «Бунин» режиссера Андрея Судиловского. Настольный теннис, шахматы, дартс, волейбол, бег и стрельба. Спортсмены серебряного возраста из разных районов Самары приняли участие в соревнованиях команда молодости нашей. Самарские школьники приняли участие в соревнованиях по экстремальным видам спорта. В каких дисциплинах показали результаты? В Самарской области предоставляется 38 мер финансовой поддержки семьям с детьми, в том числе 14 новых мер. О них подробнее рассказал губернатор Вячеслав Федоричев. В частности, в регионе вступило в силу постановление, которое дает право девушкам в возрасте от 18 до 25 лет, включительно при рождении первого ребенка, получить выплату в размере 100 тысяч рублей. Их получат молодые мамы, у которых первый малыш появился на свет с 1 сентября текущего года. На выплату претендует порядка 4 150 женщин. Для оформления необходимо обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства или подать заявление через социальный портал. Расширена категория многодетных семей. Статус сохраняется до достижения старшим ребенком возраста 23 лет при прохождении военной службы по призыву или по контракту, при призыве на военную службу по мобилизации или добровольном участии в СВО. Упрощена процедура предоставления многодетным семьям выплаты вместо получения земли. Проще теперь получить и региональный и семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в размере 100 тысяч рублей. Он предоставляется не как компенсация, а в виде прямой выплаты без учета каких-либо расходов семьи. Вопросы хода отопительного сезона обсуждали на еженедельном рабочем совещании в администрации города. Кроме того, исполняющий обязанности главы города Иван Носков совершил объезд тех адресов, где еще продолжаются работы по модернизации теплотрасс и восстановлению благоустройства. Он встретился с представителями ресурсоснабжающей организации, чтобы выяснить причины невыполненных сроков работ. Подробности в нашем сюжете. На улице Блюхера в этом году заменили участок теплотрассы. Основная схема была собрана и уложена в специальный канал. Возле школы восстановили асфальт на дороге и тротуарах. Сейчас подрядчик продолжает приводить в порядок благоустройство дальше по улице. Но из-за сложностей и особенностей участка работы затянулись и вышли за сроки, предусмотренные контрактом. Если погода ухудшится, то часть работ перенесут на весну следующего года. По каким причинам это произошло, на месте с представителями ресурсоснабжающей организации обсуждал исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Он отметил, что из сложившейся ситуации нужно вынести опыт, чтобы избежать этого в следующем строительном сезоне. А также призвал подрядчиков ускорить выполнение работ, чтобы успеть до первого снегопада. Нам с вами нужно в ближайшее время ставить план работы на следующий год. Нам его нужно совместить с благоустройством, чтобы не было, так сказать, пересечений. И, соответственно, максимально в следующем году его выполнят. То есть сейчас надо, конечно, все это заканчивать и доделать. В любом случае штраф вы не избежите. Большая, важная работа, которую надо делать. И надо делать системно. И на самом деле вам говорим, чтобы люди понимали, когда начинается, когда заканчивается. Проверил Иван Носков и работу по перекладке труб на Пензенской. Это один из трех участков, где продолжают собирать основную монтажную схему. Здесь местами уже начали и работы по восстановлению благоустройства. Но большую часть таких работ все же придется делать весной. Всего же в этом году модернизацию теплосетей проводили на 24 участках. Так как замена труб сопровождается монтажом временных схем, то потребители не остаются без горячей воды. При этом нужно отметить, что естественно, по временной схеме все дома подключены, отопление есть везде и вопросов по этому поводу нет. Здесь вопрос только именно на переключение по постоянной схеме. Текущую ситуацию по отопительному сезону обсудили и на еженедельном рабочем совещании в администрации Самары. Исполняющий обязанности главы города поручил принимать соответствующие меры по объектам, где нарушены установленные сроки. Андрей Горгулинко, Константин Головин. События. В Самаре завершают реконструкцию улицы 22-го портсъезда от Московского шоссе до Солнечный. Один участок ниже Новосадовой готов полностью. На втором приступают к укладке верхнего слоя асфальта. Как идет реконструкция в рамках выездного совещания проверил исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Подробности в нашем сюжете. Ремонтные работы на участке улицы 22-го портсъезда от Новосадовой до Солнечной завершены. Уложен новый асфальт, сделаны тротуары, проведены все необходимые коммуникации, установлены знаки и светофоры. Но введут участок в эксплуатацию вместе с верхней частью до Московского шоссе, поскольку реконструкция проходит в рамках одного проекта. Пока у подрядчика есть возможность исправлять замечания надзорных органов. С текущим состоянием дел на дороге ознакомился исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. На этом участке физически доделывать ничего не надо. Единственное, что нужно заказчику получить выделенную линию оптического волокна, чтобы с четырех камер этого участка и с четырех камер большого участка картинка приходил в институционный центр Управления ОСУДД в Минтранс. А вот на верхнем участке от Новосадовой до Московского шоссе работы в самом разгаре. После масштабных работ по перекладке коммуникаций здесь уже смонтировали основное дорожное полотно. Остался лишь верхний слой асфальта и разметка. Сделаны новые тротуары, несколько парковочных зон, планируется и дополнительное озеленение. Сейчас общий процент готовности выше 80%. Запустить движение на важном поперечнике двух основных магистралей города должны уже этой зимой. Проект движется, проект идет в сроках, проект решает много проблем для города. И значимый для, и вообще для жителей Самары, а уж для тех, кто живет здесь рядом, это тоже имеет большое значение. Кроме того, после осмотра и реконструкции, исполняющий обязанности главы города Иван Носков посетил трамвайный и троллейбусное депо ТТУ на Фадеева. Он поздравил коллектив предприятия с днем водителя, а лучшим в своей профессии вручил благодарственные письма и подарки. В той же степени мы всегда пользуемся транспортом в любом маленьком, большом городе, не важно где. Поэтому ваша работа сложна, трудна, не всегда благодарна. Хочется сказать спасибо за то, что вы ее делаете. От всей души. После поздравлений Иван Носков оценил отремонтированные трамваи, которые скоро выйдут на городские линии, и познакомился с учебным центром предприятия, где проходят подготовку новые сотрудники. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. В Самаре состоялось расширенное заседание Общественного совета приуполномоченном по правам человека. Ольга Гольцова рассказала, какие меры поддержки оказывают в регионе военнослужащим и членам их семей. Особое внимание уделяет решению бытовых, социальных вопросов, медицинскому обеспечению и сфере образования. С подробностями наши корреспонденты. Обсудили меры поддержки участникам СВО и членам их семей. В Самарской губернской думе прошло расширенное заседание Общественного и Консультационного советов по вопросам прав и свобод человека приуполномоченном по правам человека в Самарской области. Участие в заседании приняли представители уполномоченных органов, в ведении которых находится решение вопросов повестки. Сам вопрос, который мы сегодня рассматриваем, он требует консолидации всех абсолютно структур власти, независимо от формы собственности, федеральной, региональной, муниципальной. И мы должны сегодня подвести итоги той деятельности, которая проводится на территории Самарской области, поднять те вопросы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной деятельности и сталкиваться с этим военнослужащие и члены семьи, и также предложить пути решения о создавшейся ситуации. В регионе особое внимание уделяют решению социальных вопросов военнослужащих и их семей, бытовых проблем, медицинскому обеспечению, реабилитации военнослужащих, а также образованию как детей военнослужащих, так и самих ветеранов СВО. Реализуется проект «Школа героев». За 10 месяцев этого года к уполномоченному поступило почти 4,5 тысячи обращений, 20% из них по вопросам реализации прав участников СВО и их семей. Напомним, что поддержку вернувшимся с СВО самарцем оказывает филиал фонда «Защитники Отечества», который в июне 2023 года открыли в областной столице. В его штате трудятся в том числе социальные координаторы, которые 24 на 7 принимают обращения по всем вопросам. На территории фонда работает на постоянной основе и военный комиссариат, центр занятости, представители профильных министерств, нотариус, адвокаты. Оказывается содействие по оказанию мер поддержки в режиме единого окна. «Если к нам приходят ветераны или к семье, то сразу же все подключаются, все ведомства и оказывается необходимая услуга. На сегодняшний день у нас получено 24 тысячи обращений. 92% обращений в принципе решены, остальные находятся в стадии решения». В регионе также действует система социальных паспортов. Она позволяет отслеживать данные о потребностях семей военнослужащих. «У нас таких социальных паспортов на участников СВО 17 114, и также там есть разделы членов семей, а также кого он решит отобразить. Там не обязательно кровные родственники, есть и те, которые близкие он считает нужным. Таких у нас 47 579 членов семей». Напомним, лица, заключившие контракт, суммарно получают единовременную выплату 2 миллиона рублей. По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева эта сумма была увеличена. Всего за первый год службы военнослужащий по контракту получит 4,5 миллиона рублей. Андрей Бессонов, Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. Реформа местного самоуправления стала главной темой на заседании общественного совета в Красноглинском районе Самары. Какие вопросы обсудили общественники и к каким выводам пришли, расскажем в нашем материале. Внесение изменений в структуру органов местного самоуправления обсудили на заседании общественного совета Красноглинского района. По мнению общественников, за годы существования действующая система, где каждый район представляет собой самостоятельную единицу с отдельными полномочиями и бюджетом, показала все свои несовершенства. Есть примеры, когда не все решаются вопросы быстро и эффективно. И поэтому то, что сейчас предлагается такая структура рабочая, то есть город и районы, чтобы у всех были полномочия и у всех была ответственность за выполнение порученных дел. Убираются многие проблемы, которые не нужны при реализации, например, тех или иных проектов. Согласно предлагаемым изменениям, администрации районов станут структурными подразделениями городской администрации. Изменится и структура представительных органов власти. Это напрямую коснется районных депутатов. Мне видится то, что для чего создавались депутаты в 2015 году. И если считать, что основной целью их создания была цель приближения власти к населению, я считаю то, что мы депутаты, общественники, с населением работали хорошо. Но сейчас, поскольку вертикаль меняется, бюджет с района уходит, то, ну, в принципе, физически депутаты как бы не нужны. Реформа местного самоуправления предполагает возврат к прямым выборам депутатов в городскую думу. Это значит, что жители сами будут формировать состав городского парламента. Общественники Красноглинского района поддержали инициативу по проведению реформы органов местного самоуправления. Если изменения найдут свою поддержку населения во время публичных слушаний, дума выйдет с предложением внесения изменений в устав города. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. В Самаре продолжается подготовка к параду памяти. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. Напомним, парад посвящен шествию, которое проходило в этот день в 41-м году одновременно в трех городах – Москве, Воронеже и Куйбышеве, который к тому моменту уже стал запасной столицей. Парад в городе на Волге, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. Он был самым многочисленным и продолжительным. Прямо с парада советские войска уходили на фронт. В 2011 году в Самаре возродили традицию проводить шествие. В этом году парад памяти пройдет в 14-й раз. В преддверии парада также проходят патриотические мероприятия. 5-го, чуть раньше, у нас состоится замечательная всероссийская премьера в окружном доме офицеров спектакля Олеси Шигиной. Это кинодокументалист, это президент кино на службе Отечества, кинофестиваля. Человек, которая сама как мама многодетная старшего сына. Старший сын ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Она дополнительно создала по историям семей участников СФО, создала спектакль. И этот спектакль вот только в сентябре прошел в Театре Советской Армии, Российской Армии в Москве и приезжает к нам. Так что в рамках парада у нас состоится эта замечательная большая премьера. А вечером 7-го числа у нас пройдет торжественный концерт в Театре оперы-балета нашего Центрального военного оркестра Министерства обороны. Прикоснулись к искусству кино. В Самаре прошла творческая встреча с московским кинорежиссером Андреем Судиловским. Он приехал в столицу региона с документальным фильмом «Бунин». Показ состоялся в рамках проекта «Эхо кинофестивалей». Как создавался фильм и как его встретила самарская публика, расскажет Полина Чулякова. Он был первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. В 1933 году Иван Алексеевич Бунин, автор «Темных аллей», «Жизни Арсеньевых» и многочисленных рассказов, получил мировое признание с формулировкой «За строгое мастерство», с которым он развивает традиции русской классической прозы. Документальный фильм о великом русском писателе и поэте самарской публике представил московский кинорежиссер Андрей Судиловский. На создание картины ушло два года. Здесь, на этой конкретной работе, была попытка посмотреть более обобщенным взглядом не только на самого Бунина, на его творчество и прочее, а вообще на природу русской жизни. Почему вообще? И попытка осмыслить какие-то исторические коллизии наши. Мы, лауреаты, входим в музыкальный дом со всей получей толпы. Но в вестибюле нас тотчас отопрекотеляют и ведут куда-то по особым ходам. Андрей Судиловский пообщался со зрителями в музее-галерее «Заварка» и рассказал об идее создания и о процессе съемок. Бунин, он уникальный сам по себе и поэт, и прозаик. Можно сказать, что он и поэзию пишет своей прозой, в его прозе отражается поэзия. Не побывать на такой премьере, это было бы большим, оплошностью было бы большой. Такие творческие встречи и кинопоказы проходят в Самаре в рамках цикла «Эхо кинофестивалей». Хотелось бы донести до самарского кинозрителя о тех интересных процессах, которые связаны с кинематографом, с новым кино, а иногда кино в повторном прокате, которые происходят на нашей стране. У каждого региона определенный кинематографический опыт, и связаны не только с процессом снятия и проката кино, а также еще с его бытованием в нашей такой очень разной России, с историей кинотеатров связаны. И вообще люди-то в нашей стране очень разные, и взгляды на мир очень разные. Проект «Эхо кинофестивалей» продолжится и в 2025 году. В Самару будут приезжать гости из разных регионов страны. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События. В парке Гагарина прошли соревнования по экстремальным видам спорта. В них приняли участие самарские школьники разных возрастов. Участники не только продемонстрировали свои умения, но и пообщались с именитыми спортсменами. Какие дисциплины были представлены и кто принимал участие, расскажем в нашем сюжете. Семилетний Иван Коршунов стал самым юным участником соревнований по велоспорту в дисциплине BMX Freestyle. Занимается профессионально с четырех лет. Рассказывает, любовь к этому виду спорта пришла не сразу, но теперь проникся велоспортом и стремится освоить много новых трюков. У меня была первая тренировка, мне не понравилось, но потом я захотел и начал заниматься, заниматься. И так дошел до трюков. Теперь делаю трюки. Крутое ощущение, что я это сделаю и смогу это сделать. И всегда это буду делать. Иларион Мартынов стал победителем в своей взрослой категории. Тренируется сам, трюком обучается по видеороликам в интернете. Несмотря на то, что в спорте всего полгода, это уже третье его соревнование. Я просто смотрела, как катаются, мне нравилось, и я тоже захотел. Но я просто один раз поехала на соревнования, и мне понравилось. И я вот захотела BMX и начала кататься. BMX Freestyle – экстремальный вид спорта. С 2020 года относится к олимпийским дисциплинам. Для выполнения трюков на специальной трассе используется велосипед, который по размерам меньше обычного, без подвесок и, как правило, не имеет тормозной системы. Судья оценивает частоту исполнения трюков за установленное время. Александр Мирошниченко, чемпион Самарской области по BMX Freestyle, 16 лет в спорте. 12 лет занимается тренерской деятельностью. И рассказывает, этот вид спорта добавляет в жизнь адреналин и позволяет не стоять на месте. Огромное количество вариаций, все, что можно сделать. То есть трюков, огромное количество, их можно комбинировать между собой. И даже если ты научился там, условно, 3000 трюков, это не значит, что не можешь научиться чего-то еще. То есть тут есть всегда куда расти, и спорт, можно сказать, все равно еще молодой. И все это позволяет каждый день делать что-то новое. То есть ты в этом спорте учишься, во-первых, достигать своих целей. Не надо там ставить сразу крупные, ты можешь по чуть-чуть что-то сделать. И помимо этого, ты как бы здесь переступаешь через свой страх. Прошли мероприятия и для любителей самокатного спорта. В последние годы эта дисциплина обретает все большую популярность. Как вы видите, самокаты сейчас очень модное направление. Молодежь активно, активно осваивает, не только в передвижении, но во всяких экстремальных видах. Вообще современное направление заставляет двигаться детей. Ну и взрослые могут пересоединиться. Такой современный спорт. С ребятами встретились профессиональные спортсмены из Москвы. Рассказали о становлении самокатного вида спорта и поделились своим опытом. Это спорт, в котором нет определенных границ, по которым ты должен двигаться и лететь. То есть это всегда зависит от самого тебя. Вот что хочешь, ты можешь приехать в парк, можешь кататься просто на асфальте, по улице. Тем не менее, ты катаешься на самокате и уже, как бы, можно сказать, занимаешься этим спортом. Мероприятие прошло на базе скейт-парка, расположенного в парке Гагарина. Круглый год площадка открыта для любителей экстремальных видов спорта. Галина Топилина, Григорий Плешаков, события. Вспомнить юность. В Самаре прошли соревнования «Команда молодости нашей». Участие приняли 9 команд. Каждая представила один из районов города. Как проходила борьба за призовые места, расскажет Елизавета Прокопенкова. Елена Соколова с детства любит настольный теннис. В юности стала кандидатом в мастера спорта. А сейчас ездит на соревнования международного уровня. Елена побывала на чемпионатах в Италии и Бразилии. Недавно вернулась из Турции, где заняла третье место. В этот раз принимает участие в городских соревнованиях «Команда молодости нашей». Когда ты хочешь общаться, а еще хочешь выигрывать, начинаешь тренироваться, следить за собой, не пропускаешь тренировки. И это очень большой стимул. Участие в спортивном мероприятии приняли 9 сборных команд. Каждая из них представила один из районов областной столицы. Раньше участники состязались в четырех видах спорта – настольный теннис, дартс, шахматы, волейбол. В этом году добавились еще бег и стрельба. Буду участвовать в стрельбе. Надеюсь на хороший результат. Будет электронная стрельба, немножко специфика, но она попроще, по моим понятиям. Ни отдачи никакой не будет, ничего. Вот главное – глаз. Соревнования «Команда молодости нашей» проходят ежегодно при поддержке городского департамента физкультуры и спорта. Радует то, что они и до сегодняшнего времени не потеряли свой задор, свою энергию, по-прежнему занимаются спортом. И это прекрасная возможность для того, чтобы показать себя, еще раз посоревноваться. Турниры для людей серебряного возраста – не только возможность показать себя, но и шанс попасть в областную сборную ветеранов. И сейчас мы ищем новые таланты для того, чтобы нашу сборную в Самарской области сделать еще сильнее. Соревнования «Команда молодости нашей» проходили в течение двух дней. Победителями стали спортсмены Октябрьского района. По итогам соревнований будет сформирована городская команда. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самарской области жители, оказавшие содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта, смогут получить выплату в размере 30 тысяч рублей. Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключение контракта с вооруженными силами может получить любой. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате. Напомним, с 16 октября в Самарской области увеличены единовременные выплаты при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Она составляет 2 миллиона рублей. Выплаты за первый год службы не менее 4,5 миллионов, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Телеграм-канал Красноглинского района напоминает о неделе борьбы с инсультом, которая проходит с 28 октября по 3 ноября. К симптомам инсульта относятся головокружение, потеря равновесия и координации движения, проблемы с речью, а не менее слабость или паралич одной стороны тела, потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие. С праздником бабушек и дедушек поздравляют подписчиков телеграм-канала Куйбышевского района. Это особый праздник, напоминающий о необходимости выразить всю свою любовь и благодарность тем, кто окружает нас теплом, мудростью и заботой. Старшее поколение всегда делится своими жизненными историями, ценными советами, а бабушке еще и рецептами. Вкусно, как у бабушки, это всегда самый большой в мире комплимент. День бабушек и дедушек отмечается 28 октября. Напомним также, что этот год объявлен в России годом семьи. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброе и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»